Сочи введен локальный режим ЧС. Жители домов у рухнувшей подпорной стены временно переселили. Дальнейшего движения грунта на месте сошедшего в Лазаревке оползня не обнаружено. Учение свет, пристройки к сочинским школам возводятся с опережением сроков. Готовы и проекты строительства новых учреждений образования, в том числе с бассейном. Грядут крещенские купания. В Сочи стали известны места для омовения в православный праздник. 35 лет зимним стартом. В Сочи определились победители парусной регаты. За кубки боролись 170 яхтсменов со всей страны. Специалисты не выявили дальнейшего движения грунта на месте сошедшего в Лазаревке оползня. И это несмотря на дождь, который лил без остановки. Мониторинг геологи и сотрудники управления капитального строительства городской мэрии ввели на месте ЧП всю ночь. Накануне в Лазаревке сошел оползень. Его спровоцировали обильные осадки. В результате рухнула подпорная стена, состоящая из бетонных блоков, между двумя домами в переулке Павлова, которая повредила трубу. Жители остались на некоторое время без тепла. Его восстановили в ту же ночь. Мы вначале услышали небольшой хлопок, то есть повредилось отопление. Труба отопления горячая, был большой фонтан. А после этого услышали грохот и вот упала стенка. Возле рухнувшей стены было организовано круглосуточное дежурство казаков, полиции и спасателей. На месте ночью работала комиссия из сотрудников управления капитального строительства администрации Сочи и геологов, которые определили прочность почвы. Всю ночь продолжался мониторинг данной ситуации. И если на вчерашний момент у нас возникали такие опасения, то несмотря на всю ночь шедший дождь, на данный момент мы поняли, что динамики развития данной чрезвычайной ситуации нет. И продвижение грунта на утро не обнаружено. То есть есть большая вероятность, что на этом эта ситуация стабилизируется. Сочинцам, проживающим в двух домах по улице Коммунальников и одного дома по переулку Павлова, поручению главы города предоставили временное жилье. В пансионатах Лазаревки размещены 15 человек, в том числе трое детей. Еще 42 человека переехали к родственникам. 24 человека отказались от расселения. Состояние домов оценят эксперты и определят дальнейшую возможность проживания в них. Визуально внутри и на фасадах трещин не обнаружено. Скорее всего причиной послужили несколько факторов. Совокупность, точнее, факторов. Первое – это, естественно, переувлажнение глинистого грунта в результате обильных осадков. И второй фактор – это были здесь бытовые истоки, которые переувлажняли эту подпорную стенку. Возможно, существует и третий фактор. Подпорная стенка, возможно, была не совсем качественно выполнена. Дома постройки 90-х годов. На тот момент несколько не был доработан проект данной подпорной стенки. Она была сделана во временном режиме. Теперь, после проведения мониторинга, обследования, принято решение на основании введенного режима ЧС разработать проект ускоренными темпами и восстановить данную подпорную стену. Большая вероятность, что она будет уже монолитной и позволит эксплуатировать эти дома довольно длительное время. Подача воды в дома будет возобновлена, как только минует угроза дальнейшего переувлажнения почвы. На месте находится машина водоканала с питьевой водой. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Задачи, которые предстоит решить региональной власти в 2019-м, сегодня обсуждали в Краснодаре. Вениамин Кондратьев провел первую в этом году краевую планерку. На планерном совещании губернатор обозначил основные направления работы. Главная цель – достичь тех показателей, которые прописаны в стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Это повышение объема инвестиций до 600 миллиардов рублей во всех отраслях, рост ВРП края не менее 2% и увеличение собственных доходов в бюджет края. Мы в прошлом году говорили о стратегии края 2030 и наступил 2019 год. И нам эту программу жизни, которая стратегия зовется, нужно уже реализовывать. Те параметры, которые заложены были в стратегии развития, продиктованы жизнью нашего региона, жизнью для того, чтобы мы развивались. И приоритеты на этот год мы должны расставить. Прошу своих коллег, вице-губернаторов, чтобы довели в каждом своем блоке приоритетные проекты, приоритетные направления, которые коллеги должны не просто быть заявлены, они должны быть реализованы. Мы должны сегодня сохранить стабильность. Стабильность в нашем регионе и стабильность нашего региона. А стабильность региона, знаете в чем? В развитии. Только в развитии стабильность региона. И движение должно быть очень активное, динамичное, потому что только движение – источник благосостояния. В крае также продолжится строительство социальных объектов. В девяти муниципалитетах появятся 10 новых школ. Сразу два образовательных учреждения для одаренных детей появятся в Сочи и в Краснодаре. Также в Кубанской столице создадут медицинский кластер и начнут возводить новый корпус детской краевой клинической больницы. А в Денском районе приступят к реализации проекта «Парка Патриот». Это центр патриотического воспитания, аналогов которому в регионе нет. В канун профессионального праздника подвели итоги собственной деятельности и обозначили цели на будущее. В честь Дня работника прокуратуры состоялся торжественный прием. Прокурор «Край» озвучил основные задачи, которые сохранятся перед надзорным ведомством и в текущем году. Приоритетными объектами прокурорской деятельности выступают прежде всего наши пенсионеры, инвалиды, ветераны, несовершеннолетние, многодетные семьи, обманутые дольщики. Пресекались нарушения при использовании государственного и муниципального имущества, перераспределения земельного фонда, бюджетного, антикоррупционного законодательства. История прокуратуры насчитывает 297 лет. Этот институт появился еще при Петре I. Времена с тех пор изменились, но главные задачи остались прежними. Это служение закону, интересам государства и общества. Об этом в своей поздравительной речи сказал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил, что благодаря жесткой позиции прокурора в Кубани в регионе усилилась борьба с коррупцией. Не важно, какие погоны, какая должность, какой мундир, тот, кто склонен к коррупции, кто-то не замешан, должен нести заслуженное наказание. Самое большое зло, которое в нашем обществе существует, это коррупция. Ничего мы с вами не сделаем, пока коррупция будет. В том числе и среди нас. Вот 800 нарушений по законодательству выявлено прокуророй края, 250 человек осуждено. Для меня принципиальная позиция, что тот, кто замешан в коррупции, и это доказано однозначно, должен сидеть в тюрьме. Ну, по крайней мере, лишен любых должностей и полномочий, любых. Самый большой сегодня запрос в обществе, запрос на справедливость, и из чьих бы кабинетов нарушение закона не исходило, оно должно быть пресечено и восстановлено торжество закона. Поэтому, невзирая ни на должность, ни на чины, ни на кабинеты, выполняйте свою работу. Совместная работа с прокуратурой позволила добиться значительного прорыва и в решении проблем обманутых дольщиков. В прошлом году уголовные дела возбудили против 200 застройщиков и должностных лиц. Закон о защите обманутых дольщиков. Мы первый регион в России, который этот закон приняли, взяв на себя коллективную ответственность вместе с вами. Потому что наводить порядок нужно было. Тянуть дальше было некуда. Это реальный закон, который сегодня работает и применяется. 40 тысяч, еще раз подчеркиваю, 40 тысяч получили свое жилье обманутых дольщиков. Вот и результат. Кто бы что ни говорил, поэтому закон начинают копировать, множить в другие субъекты. Это огромное дело сделать. Это еще раз подчеркиваю, коллективная наша общая, и в том числе, в первую очередь, ваша заслуга. Сотрудники прокуратуры принимают участие в заседаниях постоянных комитетов и рабочих групп ЗСК. Заключения, представляемые вашим ведомством на проекты краевых нормативных актов, носят глубокий характер, имеют неизменно высокий уровень их подготовки и проработки. Кроме этого, при содействии прокуроров Краснодарского края погашены долги по оплате труда на сумму свыше 330 миллионов рублей. Лучших сотрудников надзорного ведомства наградили памятными медалями и грамотами. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский Кабрис». Торговая галерея напротив Агропрома. Школу в Эмеретинке построят к сентябрю 2020 года. Об этом главе Сочи Анатолию Пахомову сегодня доложил исполняющий обязанности его заместителя по строительству. Также на протокольной встрече речь шла о возведении на курорте и других соцобъектов. Строительство новых школ и пристроек к уже существующим стало главной темой протокольной встречи Анатолия Пахомова и Павла Терехова. Так уже к первому сентября в Сочи откроют свои двери два новых блока для начальной школы. Во-первых, мы должны завершить уже к первому сентября строительство двух объектов школы. Это пристройка к школе номер 15 в микроволновении Макаренко и пристройка к школе номер 82 в Дагомысе. На каком этапе мы сейчас находимся? Пожалуйста. Каждая пристройка по 400 мест, то есть по большому счету это полноценные учебные заведения. Каждая из этих школ уже подведена под кровлю, закрыт контур, установлены окна, двери, что позволяет уже начинать отделку в этом году. Пока риска срывов, сроков по вами поставленных по этим двум учебным заведениям не существует. А уже к лету приступят к строительству школы в Красной Поляне. Проект сейчас проходит госэкспертизу. В активной фазе работа над строительством школы с детским садом и бассейном в Эмеретинке. Ее город будет возводить совместно с Сириусом. Здесь довольно-таки большой садик и школа на 1100 мест, и плавательный бассейн с несколькими. И да, это спортивное ядро. Все в одном комплексе с парковочными, с наружными площадками для родителей. То есть я думаю, что это новое слово такое. Проект очень интересный. Этой школой будут пользоваться и наши детки, которые живут в районе Эмеретинской низменности. Ну и, конечно, гости, которые будут приезжать в Сириус, будут те, которые наши умники и умницы со всей страны будут тоже пользоваться услугами образования в этой школе. Стоимость проекта более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Поэтому в его реализации основную нагрузку на себя берет бюджет края. Открыть новую школу планируют к сентябрю 2020 года. Жители Сочи предупредили об усилении ветра и налипании мокрого снега. Сегодня ночью местами порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду, утром и днем – до 20 метров в секунду. В предгорьях и горах снег ночью и утром местами налипание мокрого снега. Гололедица в горах лавина опасна, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Продолжаем выпуск. 10 мест для крещенских купаний организуют в Сочи. Места проведения обряда, освещения воды и омовения определены во всех четырех районах. В центре таким местом станет пляж Ривьера. В Адлере – купель на территории Троицы Георгиевского женского монастыря и пляж Чайка. В Лазаревском районе оборудовано пять мест для крещенских купаний. Это район Корыта, в реке Псезуапсе – район гостиницы Багратион. Также на пляже поселка Головинка, в районе реки Каткова-Щели, в источнике монастыря Крестовая пустынь в Салахауле. В Хосте мест для крещенских купаний будет два в районе пляжа Санатория «Кристалл» и в реке Сочи – район базы отдыха «Благое», что в селе Пластунка. На официальных местах для купания будут дежурить бригады скорой помощи, спасатели и казаки. В выходные снова не обошлись без ДТП и пожаров. Началось прямо с субботы в Лазаревском районе, не доезжая до Мамайского перевала, загорелась газель. По словам очевидцев, возгорание произошло во время движения машины. Кабина полностью выгорела. Водитель успел вовремя покинуть салон. Еще один пожар произошел сегодня в селе Барановка. Загорелся гараж на придомовой территории. На месте происшествия работали пожарный расчет, карета скорой помощи. Обошлось без жертв. Обстоятельства возгорания уточняются. За последние дни произошло и несколько дорожных происшествий. Сегодня днем в центральном районе по улице Виноградная произошло ДТП с участием автомобиля. По словам очевидцев, водитель кроссовера не справился с управлением. Авто занесло, и он протаранил дорожное ограждение и забор частного дома. Утром 13 января по дороге из Адлера в Сочи в районе Красного штурма произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один из них перевернулся. Обстоятельства происшествия уточняются. Вероятнее всего, водитель «Опеля» не справился с управлением. Днем, 13 января, по дороге на Красную Поляну столкнулись рейсовый автобус и снегоуборочная техника, водитель которой, по словам очевидцев, внезапно стал то ли разворачиваться, то ли перестраиваться на другую полосу. Тот же маневр решил совершить и водитель общественного транспорта. В итоге – ДТП. Травмирована оказалась 43-летняя пассажирка. Вечером того же дня по объездной дороге на Красную Поляну были сбиты две лошади, которые вышли на трассу. По всей вероятности, водитель автомобиля их просто не увидел из-за погодных условий. Как животное оказалось на дороге? Этот вопрос остается открытым. Впрочем, если в случае с лошадьми можно найти ответ, то вот этот необычный инцидент остается загадкой. Сегодня утром в центре Сочи в районе автовокзала женщина легла на дорогу, тем самым перегородив движение транспорту. По словам одного из очевидцев, ее пытались оттащить, но в ответ она ругалась и отмахивалась куском арматуры. Чем все закончилось, осталось за кадром. А в социальных сетях продолжают выдвигать свои предположения. Кто-то посчитал, что это был своего рода протест, начавшийся рабочей недели. В Сочи определились победители 35-й парусной регаты «Зимний старт». Она проходила в акватории Югспорта и собрала почти 170 яхтсменов в возрасте от 9 лет и до 21 года из различных регионов страны, от Крыма до Дальнего Востока. В течение недели прошло пять соревновательных гоночных дней. Из шести возможных коррективы в гонке внесла погода. Регата проводилась в международных классах яхт в двух дистанциях. Первая группа – это классы яхт «Оптимист», «Зум-8», «Кадет» для начинающих юных спортсменов. Во второй дистанции участвовали классы яхт «420», «Лазер-Радиал» и «Лазер-4.7». Естественно, происходит какой-то определенный отбор. Этот отбор вообще нужен для регионов, чтобы уже в начале года складывалась картина, что мы представляем. Например, для города Сочи это очень важная регата. Это подведение итогов и подготовка к «Спартакеане» учащихся этого года. Великолепный результат. Победителями в переходящем в олимпийский класс яхты «420» стали спортсмены из Санкт-Петербурга и Сочи. Наши яхтсмены отличились также в классе «Лазер-4.7». В классе «Лазер-Радиал» победу одержали спортсмены из Воронежа и Московской области. В классах яхт для начинающих хорошие результаты показали спортсмены из Тольятти, Таганрога и Санкт-Петербурга. Победителями дистанции в классе «Кадет» стали Зоя Глушенко и Вера Крутилина из Сочи. Отмечу, что партнерами регаты выступили компания по производству чистой питьевой воды «Шишкин лес» и издательство «Просвещение». Победители регаты получили денежные призы и подарки. На этом я с вами прощаюсь. Наши новости уже на сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ ВКонтакте». В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.